Наших хватает, а кто вам... Пропустим эту тему в локацию, а потом можно как-то в первых устроить и... Да, давайте так вот. Ну и нам задачи поставлены здесь, которые нам нужны, которые все ставят из права места. Это еще раз, перформанс нашего балометра по отношению к потомному... ...банок-банок-банок, ну и с синий, потом электродинамика, связь с внешней системой. Мы фликер видим как раз от одного до десяти герц, что меряем. Вы считаете, что это усилитель фликера? Я ничего не считаю. Отлично, что вы меряете. Теперь нужно, соответственно, отключить балометр, померить снова и посмотреть. Давай, очень хорошо. И она можно вытягивать это дело. Он скажет, что это не фликер. Он скажет, что это не фликер. Что значит не фликер, если... Она на декану падает. Но она не 1F падает. 1F она падает? 1F. Сколько раз проверяли? Андрей, совсем повезет, если наш фликер больше, чем фликер усилитель. А мы просто его увидим и выделим. Если наоборот, ну не всегда там легко его разглядеть можно. В принципе, нужно стараться. А если перейдем на IC питание, все, мы по исследованию посмотреть. Причем на IC питание даже вот наши коллеги в Риме, они самые низкие частоты отсекаются. Ну, DC около этого не проходит. Типа там, одной, меньше чем 1,1 Гц. То есть, фильтры ставят? Ну, значит, там емкость там ставят. Вот. Дальше задача уже переходить к Full Wave. Ну, вот у нас Аня уже взяла за это дело. Емкость большая не шумит? А? Емкость большая не шумит? Самый раз, это нормально. Наверное, нет. Она только отрезает, чтобы не прошло. Ну, это зависит от того, какая емкость может шумит. А как это? А там у ОРГО. Электрик? Там много интересного. Да. При суперчистое видео начнёт канал. Мне казалось, от того, что отрезает сюда больше пользуясь даже, чем от того, что шумит. Я предполагаю. Ну, а я не специалист по шуму и гостей. Ну, просто здесь надо быть осторожным, что когда у тебя низкочастотные, мало шумящие схемы, там есть компоненты, которые шумят, как почти 10 минут, могут сильно использовать. Хорошо. Ну, вот у них, по крайней мере, опыт, наверное, половина. Да, да, да. Просто надо их опыт тщательно использовать. Ставят и отстегают самые низкие частоты, даже меньше, чем 1,1 Гц. Нет, нет, здесь просто, наверное, важно просто у них списать это всё. Вот. Ну, full weight уже мы начали к этому переходить, потому что, в общем-то, заказчики и хотят дальше развиваться, а потом пройдёт время, пока мы всё в сэппл-холдер сделаем, все контактные держатели восстановим, по ГПИНу там и так далее. Вот. Поэтому эта работа начата. Значит, предполагается, что на чипе будут резисторы, которые будут питать сразу целую серию балометров, 6 балометров и 5, 6 балометров. Один резистор питает 6 балометров параллель. Ну, то есть процесс начатый, но рассмотреть, как там дальше будет это состыковаться. Дальше проблемы, которые нам нужны, чтобы идти в сторону малошумящих измерений, перечислить. ANC и электроника, которые наши заказчики уже десятилетия используют. Low-Tembridge Amplifiers, то же самое, которое уже давно в ходу и просто повторяет, что они делают, что правильно или полезно, это лучше будет, да. Полезно, кстати, есть, если делать. с Антоном, не только вот там все отсекает. Допустим, там, когда начинаем моделировать, что это делаем, через ноль проходить, там сопротивление довольно большое и с емкостью будет оно обрадовывать задержку. Ну, а если короткий путь усилителем не подполный, то тогда емкость, соответственно, мешает, проблема снимается. Так, дальше вот идея была, чтобы сделать изолированное, пространство от 50 Гц со сетями развязками. Это почти экранированная комната, то, что все делают. Люфт, что все делают, но без парида. Но сейчас мы все делаем, все равно хорошо. Вот, отвязались, 30 Гц, это очень хорошо. Ну, и, наконец, есть идея совершенно срабшивательная. Вообще отказаться от грамот, от всего, поставить термопару под капкой и китать от нее баллок. Вот, тогда мы имеем только проблемы со стороны напряжения, этот отсекается. Вот, ну, вот эту идею как раз, вот, для ручки шов, так, глотил, хочется попробовать. Вот, нет ничего со стороны тока, потому что нет выхода вообще наружу. Ну, вот, такая программа предлагается. Как есть какие-то соображения, замечания. То есть тепло, которое гонит, кулят, да, фактически? Нет, ну, вот у нас есть разница температуры, можем украсть немножко от нее. Есть 300 Кельвина, есть 300 милигель. Вот. Термопар дает 10 милливольт. 10 милливольт поставить соответствующий парис-резистор, это мы сможем работать. Ну, в том случае, мне надо-то 3 градусов от ползки, который мощный, на нее там вообще, полная мощность-то очень большая, нато часть от комнаты, да? Можно от него, да. Не нужно, конечно. А, ну, да, по дороге анкер делать. А, все равно в любом месте это как раз хорошо. Чтобы в основном было там. Вот. Ну, прям приятно было посмотреть. То есть, как радужник, то есть, уграть мощность, там, где она есть. Да, она уже есть. 10 милливольт на градуж, да? 10 милливольт, но на все. Ну, на это, от 300 Кельвина до низкой температуры. Всего 10 милливольт. Всего 10 милливольт на одной термопарке. Если хочешь больше, несколько. А, ну, потом. Вот. Или только для космического применения он грязь разрешат. Я думаю, что да. Это, да, да. Но здесь просто в лабораторных условиях такой. Бюджет мощности. Там, да, когда 2 года, там, конечно. Но, первое, потом там такой приятно, что это не мыслило. Да, да, да. Здесь-то мы можем один деликатно померять. Там же у них не будет 50-ти герскоскутин. А почему это на бюджете? Все равно же весь бюджет уйдет на поле, на главу. Понимаешь? Нет, я имею в виду, что, поскольку КПД низкая у всех этих систем, то все, что ты собираешь в мощности, либо термостабилизированной или охлажденной мощности, она стоит очень высоко в мощности бортовой. То есть там, но там будут свои источники мощности. Уже это не надо. Я думаю, что он незаметно будет. Там главного кулера, трех градусов, он совсем незаметно будет. Нет, там дома есть, но там, если вы, там, 20-30 квадрат, наверное, те, что я могу не поменять. Сережа, опять же, если вы там один осень баллометр или антизапошным меряем, это один случай. Но когда там сотни тысяч баллометров, то, наверное, там все-таки мы упремся в проблемах бюджета. Наверное. У тебя очень большой коэффициент обнашает мощность, которая попрещена, на мощность их установки. Для термопара? Нет, для космического применения, если у тебя термопара, она не является, там, тоже невысокой, и креокулер тоже невысокой. А которого термопара, как ваша, так, принесущая, получать? Я, допомню, первый. Нет, ну, там КПД термопара, ну, там, в зависимости от того, как сделано, это же вещь очень привлекательная. Есть места, где пытаются делать энергию за счет разности температур, но это нигде не есть. Там сейчас вместо процентов. Величине есть еще. Ну, да. Ну, вот это вот, там, пять процентов. Ну, наверное, такого типа должно быть. Перемножаются на процент. Пять процентов, это единится процентов, так сказать, эффективности. И самое важное, что даже у нас к электронному холодильнику тоже порядка, и процентов. Это, по-моему, проводимость тепла очень маленькая, большая, наоборот. То есть там практически нет водения напряжения. Вот это вот поток тепла, который можно будет вредить. Это как раз это было бы нарушение, вообще говоря, дегенерит, естественно, компрессор, который гонит для тепла. А это часть тепла, которую гонят из холодильника наружу, где все это тепло забирает. Она чуть-чуть возвращается. Нет, а что мы обсуждаем? Какая там энергия? Ток на ампер. Это не тот вопрос, который надо обсуждать. Другое дело, что эта термопара у него внутреннее сопротивление ноль. Если там поставишь делитель, у него все равно внутреннее сопротивление будет какие-то омы. То есть мы автоматически переходим в режим voltage bias, и тогда вся стратегия меняется. Тогда надо измерять толку ом. А как? На чите вставим bias-резисторы. Да, bias-резисторы. Какие? Сколько они будут? Один, три. Те же самые пары мегом и пара мегом. Четыре мегома. Или десять мегом, скажем. Десять мегом от десяти милливольт. Да. И сколько там будет токов? Термопара, она ток один раз генерила? Нет. Чтобы ток пошел, надо цепь замкнуть. Поэтому мы говорим, если там ставится мегом, значит надо термо-дс брать. И это уже термо-дс делится. Я не понимаю, какой это режим при этом получится. Сейчас мы пока берем 10 вольт и делим их через bias-резисторы пропускаем. И получаем свой этот самый ток. 10-3, 3 вольт. Ну вот если у нас на три порядка меньше напряжения, значит и bias-резисторы должны быть на три порядка меньше. Один на ампер. Один на ампер. Один на ампер. Отлично. То есть мы бьем термопару, мы включаем дифференциальный пункт, замыкаем каким-то резистором, и у нас начинает течь постоянный ток через резистор. Это нарушение затонной второй термопарики. Нет, при разных температурах, при разных поверхностях. Вольтметр, который меряет термопару, потребляет ток. Извините, там эта стрелочка отклоняется, магнитная система. Ну как в школе там термопара, вагаремка, что-то еще, вольтметр, гальванометр, ток течет. Так, как мы иначе померяем напряжение на термопаре? Да, мы продолжим снять ее током из окон Ома. Но там практически ток при начале зрения напряжения какой-то протек. Там постоянно поток тепла идет, который подпитывает вот это самое преобразование термопару. То есть мощность от этого термопару нельзя в мощности. Почему? Мы сейчас тепло преобразуем. Нет, ну есть напряжение, есть. А дальше просто там может быть ограничение только по сопротивлению термопара собственным проводом. Ну там, в поле есть и будет. Как только ток течет, то напряжение исчезнет. Как? Нет, а как же мы тогда знаем по термопару, что оно дает напряжение? Каким же таким? Да, напряжение делится в свое внутреннее состояние. Он просто герметичным прибором измеряется, который с рамочкой под воздействием тока, магнитный полет крайне отклоняется. Это как бы даже точка отсчета, от которой можно разбираться, начать, почему это... Да, они делают эту цепочку термопару. То есть мы вот так вот взяли, запитали от этого маленького тока насос, и этот насос будет, таким образом, передавать тело, энергию от тела с меньшей энергией, с меньшей температурой, к телу с большей температурой. Я под холодильник там вот этот вот так вот. То есть вот у нас никакую энергию получается вечной пилит. Нет, почему? В термопару тепло течет. В термопару тепло течет? Нет, я не потребляю. Там вода в термопаре, там еще, ну, она холодная, другая горячая. Там поток тепла постоянный. Большой причем, но низкого порядка, наверное, больше, чем энергию, которую мы снимаем. Ну, это безусловно. И с отношением до потока будет какое-то внутреннее сопротивление, когда мы там подпущим, нам подсчет подсчет внутреннего сопротивления, которое будет связано с внутренним сопротивлением, с потоком тепла. Ну, давайте двигаться дальше, потому что задачка факультативная. В общем, вот Леша Шишов взялся, будет работать, мы можем поучаствовать в его и в самых играх. Ну, еще раз на вопрос, если здесь нет еще соображения, замечания, одно размучало по этой программе. А нужно именно 23 пикселя или нужно больше? Какая вообще? Два раза по 23 пикселя. На 350 гигагерц 23 и на 480 гигагерц тоже 20. А конфигурация как? Показано вот этими кольцами что-то? Нет, это другая. Там просто как бы 5 балометров, 6 балометров, 5 балометров, 6 балометров. 5, вот такой. Ну, лоялт уже есть? Да. Ну, просто, чтобы посмотреть. Все в миллиметрах, микронах там, с расположением контакта площадок. Реально, когда первый вейфер может родиться? Аня. А как мы можем делать пиксель? Просто вставить, чтобы он стремился. Да. Ну, наверное, так, как Аня отвечает. Как мы сделаем первый пиксель, опробуем. Так же, может, отставить. Первый пиксель это какой? Это что такое? Ну, сейчас на 350 гигагерц, собственно, мы делаем. Вот эти кросс-слоты с четырьмя последовательствами. Ну, это какой? Нет. Ну, нет, пока не решили. Доля этот кросс-слот будет, доля не кросс-слот. Нет. Я думаю, что в том дизайне, который мы сейчас делаем, простой дизайн делаем. Мы взяли от Павла Дебернадского, выкинули соответственно. Ну, это я понял, цифру 23 уже видно. Сборными, да. Вот, первый дизайн, который мы хотим там опробовать, по крайней мере, по техническим соображениям, это Туди Ирей. Потому что там не нужны никакие линзы, ничего. Такая у нас вопрос. За цветными линзами никак не стоит. Поэтому мы опробуем тот дизайн. Такая у которой Ирей, какая форма этого Ирея? Форма Ирея, ну вот сейчас у нас два. То есть один из имеющихся? Один из имеющихся, да, из четырех. Вот. Ну, сейчас начали опробовать уже, там, в основном, это активно действует с 16 на 16, плотным и разрежным. И мы начинаем сейчас делать 24, тоже плотный и дважды разрежным. Вы сравните и смотрите. Вот. Ну и какой-то можно опробовать. Причем, я думаю, что как только хоть как-то разумно доработает, конечно, можно все начинать компоновать. Потому что будут там свои проблемы. Вот этот BIOS-резистор уже нужно сделать. Так, мы оцениваем он, потянет или нет, чтобы не перегреть чип. Потому что это уже не просто один пиксель, а это 23 пикселя. Я только среагировал на наличие резисторов на чип. Как-то... Наличие резисторов на чип где-то там внизу, это, конечно, как-то тревожно. Ну почему? Заказчик просто спрашивает, можно ли. Вот. Вы сказали, можно. Да, потому что они делают то же самое, только они резистор, соответственно, припаивают. Ну, то есть внешний резистор. Но это менее удобно. Ну они его, может, охлаждают внешним образом? Они забирают от чипа? Ну, может быть. Балл-НГ. Ну, там те, кто с компромиссной, когда выводят. Нет, сервер, как раз. Может, чипы на ПСГ на внешнем каком-то устанавливают? И все-таки к чипу бандировать уже... А вот это я Аню просил, оценить больше, Саня, сколько там получается? Для резистора можно сделать тоже на этих пластинок, нет? Все-таки ставить, да? Спасибо. 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 тебя жизнь лучше прощать себе а но ученым он понял как смотрите это все равно его кащий манси смотрите значит мальник окрама слот поля переборяется все что говорите нам танцевые в чем учебе предварительно оценивали мощность которая выделяется она оказалась маленькая правда я там сделал коррекцию оценки были не в рабочем режиме, а в таком, в котором мы обычно меряем то есть нужно еще проверить, но совсем рабочий может оказаться, что вольтамперный не пропишите, потому что когда подниметесь с рабочих токов на тестовые токи у вас все уже тепло зашкалит через регистры но вы же, вольтамперная корректическая рабочая точка на очень маленьких токах я себе представляю а когда вы сканируете вольтамперную, чтобы посмотреть, что она там, где-то щель там есть то вы токи щели поднимаете, то есть если резисторы будут как-то неправильно сделаны, стоят в неправильном месте, то вы просто подегреете систему нет, а чего это предполагать? у нас эти самые лучшие резисторы уже лет, наверное, 5 или 7 существуют и есть термометры и... ну когда много, цена много, нет? нет, я просто... нет, есть проблема, что это еще одна литография, еще одно осложнение лучше начать с чего-то простого, идти от простого к сложному потом, Сереж, ну и, как бы, может, если я правильно понял твой вопрос из тактических соображений, если мы хотим проверять что-то, мы не будем сразу на все баллометры подавать цепирование через дельты и дальше там мы по одной пачке, по одним элементом будем проверять, там, наверное, выдержат а все будет работать уже, ну там, где нужно работать, рабочий дочек дать не могу ну что, какие-то еще есть вопросы? ну что, да, там... вопрос из-за лейт-про 50 декабря нам надо взять аккумуляторы? конечно, мы купили в Чангросии очень хорошие аккумуляторы и ребята знают, да? во-первых, там, да, хороший аккумулятор, но они так зарегаются знают, да, вот это, как раз слышали? 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 по поводу последнего... по поводу аккумуляторов я могу сказать, что это такая вещь ну, для... это не по поводу аккумуляторов что? на парнюю систему это изолент фирма они... концепция такая, что у нас есть два системы аккумулятора которая имеет возможность имеет специальный контроллер который у нас контролирует то есть, когда один аккумулятор включается, он без шума переключается второй и ставит этот на зарядку то есть, позволяет бесконечно работать с жесткими требованиями то есть, сейчас существует разработанная, как бы, система которую, ну, можно, я не знаю, там, серийная или как-то производить мы ее испытаем мы еще не испытали ее но вот, перед ними была такая ТЗ поставлена ага вот люди электроникой занимаются у нас уже там так что, вот, если вам это интересно актуально, то мы можем то самое и все будут довольны вы получите готовое устройство а они получат готовый заказ да слушай, ну, я могу сказать, что в этой системе, которую вот мы прототип видели там, как раз, для задания напряжения используется такая система то есть, два аккумулятора они там автоматически переключаются сканурные где-то не замечают вот поэтому там этот вопрос решен а, уже решен а вот посетители, которые стоят на выходе там, ну, обычные аккумуляторы которые а что это за систему, которую вы говорите это вот здесь сделали, да, ребята? это делали, ну, где-то там на западе но в Чалмерсе она стоит и вся информация есть интересно а можно ее попросить? можно диссертацию найти Мартина где-то обсердописно написано где-то система и все эти уже ссылки есть кто может прислать от кого ждать у меня нет у меня ну, по крайней мере Антон это дело заклотил как минимум ну, она если это диссертация то она лежит в открытом доступе в Чалмерсе теперь Чалмерская библиотека банк диссертации я не знаю где диссертация Мартин Густовс наш аккумулятор да, Мартин Густовс вот значит я найду тогда нам это очень понравилось тут вопрос напишите к сожалению эти аккумуляторы которые нужно там было обычные вот для второй части там нужно их заряжать самим они довольно тяжелые да, да, да довольно большие я почему помню даже мы их ставим наверх там как можно ближе к системе и ну так таскать мы думали девушку уже может быть тяжело и опасно ну так мужики конечно могут это дело протащить но к сожалению там обычная система но аккумулятор хороший там недели это с гарантией хватает можно там даже две недели это так нормально но обычно хороший так что так что смотрите все 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 что аккумулятор 6 ампер часов ток 10 миллиампер ну и чего поставили и забыли через два эс Густав сон сын Густава ну да 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 слуха сшит сыновьями еще как бы не бывает фамилию степанцов они переводили как степанцов степанцов все степанцов степанцов да так а вот низкотемпературный усилитель они на какой дешеврозон что есть какие характеристики кто не знает я запрашивал какие там параметры или доктор по-совски Ну, конечно, шумовое там вроде хорошее, там, по сути. Вайберг и юбилейский. А, ну, вот на кой? Не сберется. Вот это я как раз хотел посмотреть. У высокой версии есть. Нет, чистоты, но обычно есть чистоты, там, и планируется. Ты же его забыл. А от нуля или от столь книг? От нуля, да. Ну, интересно было посмотреть, какой итог шумовой. И там пока не было данных, он попросил запрос. Посмотрим, какой он и как он чисто переменяется. Потому что, судя по низкому напряжению, так немножко подозрение, что на ток шумовой мозг. Обычно он так, а не компромиссии. Вот. Но это, по крайней мере, то, что наши МС коллеги уже использовали. Так что, в этом смысле, он правильно пришел. То есть мы будем просто идти по их основам. А с чем мы будем на другом мире? Ну, если есть возможность смирить на том, как там. То есть это не Саша Килипенко? Нет, нет. Нет. То есть это из итальянцев. Мы раньше его присматривали. И там итальянцы заказывали. Сейчас что-то мы там не находим. Саша Федорович, а про Сашу Килипенко что говорили? Про какие усилители? Саша Килипенко, я говорил про усилители для Ротанова. Ротанова. Это Дега Ярцова вообще. То, что нам нужно, так сказать, вот. А там и скольки-то скольки. Ну, он вообще специализируется до 12. Он специализируется до 12. Больше 12 он не любит. Но у него есть уже приличный задел и на 1,2 см, и на 8 мм он тоже уже проб. Вот как бы чего он умеет. А для Ротана надо сколько? А для Ротана надо сколько? Для Ротана как раз нужно вот 13 мм и 8 мм. Так, ну что, еще есть какие-то? Но все-таки я никак не могу сообразить, что такое 23 пиксели. Как они расположены? Расположены? Так вот я же объяснил рядами. Значит, 5 пикселей, 6 пикселей, 5 пикселей, 6 пикселей, 5 пикселей. Ну, это не 20. 23. Считайте, 2 по 6, это 12. Ну, 5 и 4 там как-то идет. Считай, как никак не выйдет, да? Квадратный получается примерно 4,5 в квадратный. Но 5 на 5, 25, а там два средних рядочка без одного пикселя. А там это вот треугольник. Ну, это четно. Это не 24, 5, 4. Нет, 23 точно. 5 рядов по 5 штук, но только два. Средних почему-то? А 6. Но через один. Нет, 6 нет. 5, 25. При этом объединяются в пачке. 23 остается. Они объединяются в пачке для байса 6 полометров. Как-то кажется странно, да? Ну, значит, 5 рядов еще один откуда-то. А расположены они у вас 5, 4, 5, 4, 5, 6. Потому что что говорилось 6, 5, 6, 5, 6. Ну, можно скинулись там? Немножко на позицию. Я прибыл с другим, с объединением по байсу. Что для нас сейчас самое важное бывает. В пачке. Да. Пиксер. Ну, вот такой есть. Как есть. Такое есть. Да. Ну, сейчас там плюс-минус, как в этом грузинском анекдоте. Да. Сколько будет 5, 5, 2, 5, 5? Ну, там есть. 130, то сколько? 40. Да что вы! Сколько раз я вам говорил, что 5, 5 будет 25. Ну, максимум 26 или 27. Ну, никак не будет. Это экзот. А я читал это самое замечание по ЕГЭ. Да. Значит, там была какая-то задачка, которая много раз обсуждалась, оказывается, в открытом пространстве. Проценты, вот, лекарства, нужно ребенку давать лекарства. Что это там? Сколько процентов? Сколько миллиграмм? И вот нужно посчитать, сколько таблеток в сутки нужно дать 5-месячному ребенку. Значит, если его вес там 8 килограмм. Ответ 3 таблетки. Ответы, которые приведены в ВИГЭ. Тут 20 тысяч. 2, значит, 3, 2, 5, 4. И кто-то умудрился написать 5 тысяч 150. Это должен быть полный, по-моему, коллапс человека, который сидит за этой задачей. Полностью отключенное от всякого соображения. Это может быть... Ну, просто... Ну, понятно. Какой считается ответ? Какие? Которые ответы даются... 3 таблетки нужно дать в сутки. Как можно 5-месячному ребенку в сутки дать 5 тысяч таблеток? Вот так вот, как в строительстве. Там страшнее точность. Как засчитать на того, чего ты узнаешь. И тут ты кляпкаешься. 3, да? Но все равно надо сомнить, что я со здравым смыслом. Ну что, если пока нет больше соображений, можно в процессе перерыва продолжить друг друга. За кофе! За кофе! Да. Да. На кофе! На кофе! А... На кофе!